Севастополь 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 Речь идет о гражданах, которые до 1 марта 2015 года не успели оформить свои уставные документы по российскому законодательству. Из 450 перерегистрацию не прошли до 150 товариществ. товариществ. С учетом поправок и доработок парламентарии приняли закон во втором чтении сегодня на очередном пленарном заседании. Здесь представлен весь порядок, который наши коллеги смогут принять в ближайшее время после того, как такой законопроект будет принят в втором чтении, а я полагаю, что такое и произойдет сегодня. Надеюсь, что это такой хороший пример сотрудничества с нашими коллегами из правительства, когда при принятии закона уже, по сути дела, понятен проект нормативно-правового акта, который может быть принят во исполнение этого закона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также в первом квартале следующего года организуют работу мультидисциплинарной бригады. В состав которой входят врачи-психиатры, наркологи, клинические психологи, психотерапевты. В настоящее время данная с учетом программы кадровый потенциал данная мультидисциплинарная бригада формируется и начнет свою работу в первом квартале следующего года. В четверг 22 декабря в городе будут бесплатно прививать собак и кошек против бешенства, сообщается на сайте правительства Севастополя. Место проведения – Красная горка, улица артиллеристов, возле магазина «Кайрос», остановка маршрута номер 106. С 10 до 14 часов. Информацию владельцы животных могут уточнить по телефону 40 22 98. 20 декабря в России отмечают День работника органов безопасности. В советское время дата была известна как День чекиста. История праздника берет начало в 1917 году. Именно тогда была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК. На протяжении всего существования ведомство несколько раз меняло название. В 30-е годы прошлого столетия это был Народный комиссариат внутренних дел СССР. С 1954 по 1991 годы – Комитет государственной безопасности. Сегодня структура известна как Федеральная служба безопасности России. В современном календаре День работника органов безопасности установили в соответствии с указом президента 20 декабря 1995 года. Сотрудников управления ФСБ по Крыму и Севастополю с профессиональным праздником поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсяников. Пожелал семейного благополучия и успешной службы. И в этом выпуске все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин